друзья всем привет сегодня видео о покраске под толщиномер бывают случаи когда элементы в принципе целые идеальные но вот на этих двух была царапина гвоздем закорректировать эту царапину у кого-то не получилось и задача такая покрасить все под заводские параметры а под заводские параметры покрасить можно только сняв все лакокрасочное покрытие до металла что нам будет нужно для получения хороших толщин первое защита металла кислота потом грунт мокрый по мокрому наполнитель краска и лак все это должно у нас выйти в толщину от 110 до 150 плюс минус тут уже как говорится сложно точно сказать так грунт у нас высох берем ради интереса померяем толщину 0 8 микрона или 8 когда почист 8 микрон 08 не может быть 5 6 8 микрон тут еще цинк 9 как я и говорил как бы в районе там 10 микрон отлично все у нас получается теперь грунт мокрый по мокрому авто левел светло-серый на всякий случай проверяем потому что если есть что-то она зацепится за салфетку обязательно и снимется в такой толщине она как бы не может прилипнуть прошло буквально я помыл пистолет пошел развел грунт ну здесь сейчас стабильных 19 ну 8 пускай минут и уже все сухо настраиваем факел подачу и полтора я так сделаю чуть-чуть с межслойка то есть я пока это обработаю там пусть подсохнет хуже не будет и теперь снизу вверх нахлевая сейчас она racks днем Отвалили Теперь из камеры можно отвалить На часок Либо включить сушку Ну я наверное отвалю на часок Позанимаюсь параллельно делами Оно тут пока все высохнет Померяем толщины Проверим что у нас получилось Подготовлю краску пока что То есть время как бы не зря пройдет Включила все таки сушку Чуть подогрел Давайте померяем Что мы имеем Тридцать три Тридцать три Смотри как Тридцать Двадцать восемь Тридцать Прямо дубасим Значит у нас толщина грунта наполнителя Тридцать пять Примерно Ну где-то Двадцать пять Тридцать микрон Видите тут чуть толще на эту дверь На пять микрон пошло Непонятно почему Но опять же Ручное нанесение Сложно гарантировать Что прям вообще Идеально вы Отольете На каждую Тут допустим Скорее всего Первый проход Чуть-чуть толще сделал Чем там Вот и вот эти вот Пять микрон Пожалуйста Так все сухое Протираем липкой салфеткой Проверяем И Приступаем к открас Давайте еще знаете Как сделаем Чтобы я потом краску не мерил Не тыкал именно Покрашенный Потому что на грунте Это еще протирать Могу подтереть Я сейчас Вот в этой зоне Сделаем три замера Сто одиннадцать Сто тринадцать Сто одиннадцать Запоминаем Три единички Под вот этим местом Померяем Там потом Толщину Базовой краски Открашим В полтора слоя Толщину 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 Продолжение следует... 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 Так, еще раз посмотрим, что у нас получается. По шагреньке. Вроде бы как норм. В принципе. По толщиномеру. У меня почему-то толщиномер это китайский, есть немецкий. И они чуть-чуть друг от друга отличаются. Ну, суть в том, что, промеряя вот так, то есть они этот показывают чуть-чуть больше, там где-то на 6 микрон, чем немецкий. Но он показывает больше, скажем так, везде и тут, и там. Поэтому можно понимать. Четко я вышел в ту толщину, в которую примерно ориентировался, за 110, ну, от 110 до 130. Вот оно так и получилось. Вполне нормально. Толщина более-менее равномерная. Меня этот результат очень, очень даже устраивает. И для этого цвета совпадение вполне неплохое. Вполне неплохое. Давайте еще так посмотрим. Как-то так. Поэтому не всегда те элементы, которые были ремонтные, а это ремонтные элементы, будут при продаже выпадать как битые. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова